Субтитры создавал DimaTorzok Мы рисковали бы получить одностороннее представление о Писании, то есть мы увидели бы только его божественный аспект, своего рода некий результат действия Святого Духа. Такое одностороннее понимание Священного Писания сродни одностороннему представлению об Иисусе Христе только как о Боге. Однако мы не должны забывать о том, что Он воплощенный Бог. А посему мы не должны забывать и о человеческом аспекте Священного Писания. Равно как не должны забывать и о человеческой природе Христа, если мы хотим правильно и полноценно понимать христологию. Именно поэтому нам следует обратиться ко второму посланию Петра, главе первой, еще одному классическому тексту с точки зрения доктрины Писания. Второе послание Петра, первая глава. Начнем читать с 19 стиха. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, 2 Петра, первая глава, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божие человеки, будучи движимым Духом Святым. В этом тексте используется метафорический образ раздувания паруса ветра. Сила ветра необходима для того, чтобы корабль плыл по воде к своему пункту назначения. Однако обратите внимание, люди, борожаясь в общем, говорили от лица Бога. Таким образом, у Священного Писания есть и человеческий аспект, а не только божественный. И этот человеческий аспект нам вполне известен. Прочтите Иоанна, а не Павла или Марка, и вы увидите стилистические отличия. Одно из новозаветных посланий, которое, на мой взгляд, довольно рельефно отражает двойную природу Священного Писания, если можно так выразиться, или же необходимость двоякого его рассмотрения, в том смысле, что Священное Писание — это результат совместного действия Бога и человека, это записанное в Новом Завете послание к евреям, главы 3 и 4, где автор послания к евреям проецирует 94-й псалом на жизни своих слушателей, которые, как он опасается, могут опять склониться к иудаизму, который был законной государственной религией в римском мире. Так вот, была опасность, что они отступят от постулатов христианства. Представляется, что автор послания обращается к христианам из иудеев, как бы предостерегая их от возвращения в иудаизм. Итак, эта ситуация рассматривается в свете 94-го псалма. Нам же с вами интересно, как представлен 94-й псалом в 3-й главе послания к евреям в 7-м стихе. Почему? Как говорит Дух Святый. И это и есть цитата из 94-го псалма «Так говорит Святой Дух». Теперь же давайте рассмотрим 7-й стих 4-й главы. Еще определяет некоторый день «ныне» и это тоже цитата из 94-го псалма, говоря через Давида. «После столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Итак, в 3-й главе имеется ссылка на слова Святого Духа из 94-го псалма, здесь же говоря через Давида, в 4-й главе. То есть для того, чтобы осмыслить 94-й псалом, невозможно обойтись без двух элементов — Духа и Давида. Здесь важны оба аспекта. Именно поэтому, говоря о Священном Писании, я сказал, что это Божье Слово, выраженное человеческим языком. Для понимания сути Писания важно учитывать и то, и другое. Итак, как мы резюмируем вышесказанное? Писание можно рассматривать как источник, как свидетельство, и также Писание можно рассматривать как норму. Что я под этим подразумеваю? Священное Писание, выраженное человеческим языком как источник, это источник правильного понимания Бога и самих себя. Ведь мы говорим о теопневмос, то есть богодухновенной литературе. Как свидетельство — это достоверное изложение слов и дел Божьих во времени и пространстве. Правдивое Писание деятельности Бога в истории. Это говоря о свидетельстве. Что же касается нормы, то за авторитетным критерием для своих убеждений о Боге и о себе мы обращаемся именно к Священному Писанию. Если использовать традиционные богословские метафоры, описывающие Писание, то оно — точка касания. Или путеводная звезда. Точка касания, подобно пробирному камню. Если потереть им о золото или серебро, то по реакции будет понятно, имеем ли мы дело с золотом или серебром. Таким образом, он служит инструментом проверки качества изделия. Писание служит инструментом проверки качества, когда дело касается наших убеждений о Боге и о себе. Если они не основаны на достоверной экзегезе и применении Писания, тогда зачем связывать ими свою совесть? Кроме того, Писание — это наша путеводная звезда, звезда, которая ведет мореплавателей, которая указывает путь, для того, чтобы не отступить от курса. Традиционная метафора, подчеркивающая значимость Священного Писания, это норма. Так вот, данный курс имеет своим фундаментом или основан на том предположении, что Писание, которое мы пытаемся толковать, это Слово Божие, выраженное человеческим языком. Да, вопрос хороший. И да, Писание действительно служит источником, свидетельством и нормативным документом. Однако ограничивается ли этим наше знание о Боге? С богословской точки зрения я отвечу — нет, не ограничивается. Данный курс посвящен так называемому «особому откровению». Это то, что Бог открыл определенным людям в определенный момент времени с перспективой донесения этого откровения в конечном итоге до всех людей. Такое откровение было дано Аврааму, Моисею, Давиду, Иисусу Христу и апостолам. Наряду с этим выделяют общее откровение. А это то, что Бог открыл людям через творение. Видеосеминария ТВС — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com И что делает несостоятельным любое оправдание идолопоклонства? Есть прекрасный 18-й Псалом, в самом начале которого мы видим описание общего откровения, небеса проповедуют славу Божию, а далее псалмопевец как бы раскрывает нам особое откровение, восклицая «Господь, Господь». Поэтому мы с вами рассматриваем только часть истории, один аспект. Такова суть нашего предмета. Более полную версию предоставляет систематическое богословие курс 601. Оно дает более обширное знание о Боге. В этой связи хотелось бы отметить прекрасный 18-й Псалом. В нем говорится об общем откровении, небеса проповедуют славу Божию. Затем, немного позже, мы уже читаем об особом, специальном откровении, закон Господа совершен. Итак, мы изучаем сюжет, историю, лишь отчасти. Такова суть предмета. Для более полной картины добро пожаловать в систематическое богословие 601, а также в глубины знания о Боге. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok